Девушки отдыхают Я мечтала об этом очень давно, как я говорила в прошлом видео, я хотела этого с 16 лет, но тогда не решалась, потому что я не знала, что есть оказывается дедреды, это временные, они носятся пару месяцев и сегодня как раз ровно 2 месяца, сегодня 25 августа. Снимать я их буду самостоятельно, мне объяснили, как это сделать, я очень надеюсь, что у меня это получится сделать аккуратно и без особых проблем. Заплетали мне вот это часов 7, я надеюсь, что расплету я это побыстрее. Давайте покажу вам поближе, как это все устроено, вот можете рассмотреть в каком они уже состоянии после 2 месяцев носки, уже свои волосы достаточно отросли. Вот допустим берем вот эту прядку, покажу вам на ее примере, вот это одна единственная дрединка целиком, она цепляется за мои волосы и крепится на одну из сторон своей косичкой, ну косичкой из моих волос. То есть мои волосы тут особо не травмируются, они между собой не путаются, как в обычных дреддах. Такой вариант мне очень нравится. Почему я выбрала именно дедреда, а не дреда? Во-первых, я девушка непостоянная, я могу захотеть потом другой цвет, мне захочется снять. Меня очень устраивает, что эта прическа временная и мне нравится, что свои волосы не травмируются, не путаются. С этой прической мне очень было удобно, мне было очень комфортно, даже наверное комфортнее, чем просто вот волосы, вот как они есть. Круто, что можно делать совершенно любой цвет. На себе цветные волосы, лично свои я красить никогда не хотела, а вот дедреда очень прекрасный такой вариант. Конечно, я обязательно буду еще делать, потому что мне очень понравилось, я в восторге, вот мне хочется постоянно их трогать. Я их уже настолько натеребилась, у меня есть привычка накручивать волосы на палец. Но мне сказали, что дедреда проходит термообработку и вот это все могут исправить. Вот, и также у меня тут есть дополнительные жгутики, два вот таких фиолетовых. Я сделала сзади, чтобы это был такой типа секретик. Очень люблю фиолетовый цвет. Теперь у меня есть куча желаний с этими дедредами. Я хочу попробовать разных цветов с переходами. Конечно же фиолетовый я теперь хочу дедреда. Корни волос болели действительно, это было дня два. На третий день уже было полегче. А потом уже вообще привыкла и очень комфортно, ничего не чешется, ничего не тянет. Это вообще потрясающе. Господи, как мне грустно расставаться с этой перечёской. Мне так это идёт. Вот я всегда знала, что мне подойдут дреды, дедреды. Вообще шикарно. Итак, сейчас, когда я буду их расплетать, там должно быть куча моих выпавших волос. Господи, только бы у меня это всё получилось. Когда заканчивается моя косичка, тут ещё поверх ниткой обвязывают, чтобы это всё держалось хорошо. Мне надо отрезать эту нитку и просто расплести косичку. Опять курица разоралась. А, нет, вот. Вот, я достала эту нитку. Хотя это не нитка, это какие-то волосы какие-то. Блин, ну какая аккуратная косичка, я в шоке. Мне, кстати, очень понравилось, как мне плели. И студия хорошая. Ну, правда, очень было атмосферно. Мы там несколько фильмов успели посмотреть за столько-то часов. Я уже отвыкла от своих волос. Вот серьёзно, у меня даже со своими волосами было сложнее жить, чем с вот этими дедредами. Вот свои волосы, когда помоешь на следующий день, там опять сальная фабрика. А тут вот эти дедреды, их, кстати, можно мыть. Я мыла раз в неделю. Можно было даже... Можно было даже раз в две недели мыть. Обалдеть! Вот, вот дрединка. Такая вот она. Обалдеть! Ой, как супер! Ой, волосы полетели. Сами дреды потом тоже нужно будет помыть. Мне рассказали, как это сделать. Нужно будет их хорошенько прочесать, чтобы вычесать выпавшие волосы. Охренеть! Я уже забыл свою настоящую длину волос. Давайте я сейчас тогда выключу камеру, и вы меня увидите, когда я расплетусь чуть-чуть побольше. Итак, прошло уже почти 7 часов. Это всё, что я сделала. Нужно ещё учитывать, что я делала перерывы, залипала в тиктоке. Ну и плюс сложно было сразу как-то приспособиться. Очень хочется помыться, распрямиться. И тут я офигела, как долго я расплеталась. 12 часов. В следующий раз я лучше пойду к мастеру. Вообще у этой прически плюсов больше, чем минусов. Не нужно париться с уходом, наносить маски, расчёсываться, утром проснулся и уже красивый. И можно придумывать всякие приколдесные прически. Самое классное, их не нужно часто мыть. Но если всё-таки решил, лучше это сделать утром, потому что сохнут они очень долго. Ещё из минусов это, конечно же, то, что первые несколько дней голова болит и чешется. И ещё один небольшой минус, который я заметила, это неудобство спать. Но это не настолько тревожно, к этому тоже можно привыкнуть. Короче говоря, я очень довольна этой прической, я обязательно сделаю ещё. Спасибо, что досмотрели до конца, подписывайтесь на мои соцсети и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok